Связь между химическими элементами и произведениями классиков. Знаменитые фразы Фаины Раневской. История московского княжества. Кубок интеллектуальной игры «Что, где, когда» разыгрывают выборгские школьники. Традиционно играют ученики 7-8 и 9-11 классов. На приз главы администрации претендует 21 команда. Почти 20 лет организаторам и идейным вдохновителям выступает детский клуб «Квинт». И сегодня Выборгский район – единственный в Ленинградской области, где интеллектуальное движение «Что, где, когда» носит стульмансовый характер и поддерживается местной властью. Клуб «Квинт» в своих играх охватывает всех детей Выборгского района. И поэтому все школы знают о существовании этого клуба. Кто хочет, те всегда играют с нами. А раз уж мы одни в Ленинградской области, обладаем таким массовым движением «Что, где, когда», то, конечно, мы рады поделиться своим опытом и знаниями с нашими коллегами из других районов. Играют завсегдаты интеллектуальных турниров и новички. Впервые в турнире на приз главы администрации принимает участие команда «Эверест» 10-й школы. Ребята уверены – именно так в компании хороших друзей и единомышленников должны проводить свободное время современные школьники. Если мы много читаем, например, и очень много знаем, то почему бы не применить эти знания и не провести время с пользой? Я вообще считаю, что лучше вместо свободного времени надо все равно как-то занимать. Не сидеть дома, играть в компьютер, а приходить и развивать себя. Для известной в Выборгском районе команды из Светогорска «Фарева Антон» этот турнир стал последним в школьной лиге. В этом году ее участники окончат школу. Было интересно работать коллективом. То есть у нас такой сложившийся коллектив, мы весело проводим время и при этом решаем такие логические задачи, от которых радостно самому, когда ответишь на них правильно. Есть студенческие игры, мы вот думаем, вот, наверное, мы все приедем в Питер и будем собираться и играть. Два тура по 15 вопросов каждый. На обдумывание ответа – минута. Вопросы интересные, с юмором, касающиеся всевозможных сфер деятельности, исторических эпох культуры и искусства. Борьба за хрустальные переходящие кубки развернулась упорная. В итоге в обеих возрастных группах победителями стали команды гимназии номер 11. В число призеров попали сборные гимназии, 10-й и 37-й городских школ, а также интеллектуалы из Светогорска. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город».